ваша мечта америка да почему лично моя мое субъективное субъективно нам хорошо что там хорошо основанная на чем я так думаю говорил с фильмами мино я так думаю понимаете когда человек думает смотрите ну у каждого человека может быть свое мнение но истина то она одна а мнение могут быть разные из человек зачастую как говорил энштейн только идиот не меняет своего мнения при наличии новых фактов это не я сказал ссоры спиками плюс вот просто мне интересно я не мне просто интересно вот я сейчас вам дадам столь банальный бунтус который наверное вам задают когда поговорить это мы сейчас сказали а что же вы тогда там делал это самый дебильный вопрос который люди могут задать но если вы хотите быть в их них рядах я уже сказал я уже заранее это сказал я очень долго здесь очень долго почти 30 лет я вам сказал и я приехал в свое время и отвечая на ваш вопрос и я свое время приехал в ту старту в америку когда в америке америка была когда америка была в том представлении которое она у вас есть но я здесь живу долго поэтому мне здесь немножко тяжелее жить чем вашим подросткам и даже вам лично понимаете почему потому что я вижу что америки в которую я приехал больше нету и поэтому я и начал с вами так разговаривать потому что ваши стереотипы об америке тем более об той америке которую вы мечтаете они ни с чем уже близко не могут ну как сказать они близко не сходятся с реальностью я вы меня поняли или нет я вас понимаю и прекрасно я я я уважаю вот то что вы сейчас сказали и понимаю вас прекрасно но судя по вашему говору как вы говорите на русском и судя по вашей внешности вам не больше 50 лет спасибо то есть вы говорите что вы не 55 не больше а вы хотите чтоб не было 72 или чё я не пойму и что я бы хотел бы чтобы вам было 120 спасибо постараюсь дотянуть постараюсь а надо это сделать хорошо дело сейчас не в этом я просто хочу узнать а в чем сейчас данный момент проблема вы вроде вот интеллигентный человек и судя по вашему говору вы по мировоззрению не на низшим можно сказать чуть выше даже наивысшего что сейчас есть что вам мешает жить хорошо там скажите пожалуйста лично мне почти ничего мало того могу так сказать я живу в основном лучше средней части американцев не среднего класса а скажем больше вот ну 60 процентов американцев живет гораздо хуже чем я приведу вам элементарный пример я по крайней мере не погряз в долгах а 60 процентов американцев все погрязли в долгах но хотя бы пример я у меня есть машина и я не за нее ничего не должен и за вторую ничего не должен понимаете поэтому за мой стиль жизни здесь другой совсем поэтому меня допустим в том же офисе мои американцы они не понимают так же как они не понимают почему я не плачу страховку там или еще чего-нибудь особенно страху гарантию дополнительную гарантию на машину хотя бы вот такой же пример что вам было бы понятно потому что я не идиот понимаете вот и всего потому что понимая вот это все а а у них система американцев очень четко воспитали быть потребителями это туда куда вот стремятся многие так скажем особенно молодежь что россии что америке что они америке что украины что белоруссии это вообще просто какой-то знаете вот повальный идиотизм они не понимают они не понимают что на самом деле что сейчас в америке просто имеет одну работу и нормально спокойно жить уже невозможно инфляция сумасшедшая понять я приехал в эту страну бензин стоил 87 центов центов то есть даже не доллар а теперь у нас он в калифорнии вообще 7 уже ну вот понимаете и короче и так дальше я не прав вы не правы но в девяностых я приехал но суть не в этом и суть в том что понимаете прогресс инфляции он на гораздо больше чем какой-то поправка по так скажем ну по зарплате и так дальше и так дальше да кто-то все равно когда и существует бардак если вы хоть чуть-чуть помните 90 хотя я так думаю не очень вот когда все было такое знаете не как говорится несбалансированная вот именно этот дисбаланс сейчас в америке больше всего в общем-то честно говоря и напрягает мало того у нас при том что после развала советского союза особенно так скажем на энергоносители не поднимались цены особенно имеется ввиду я помню что за электричество люди практически платили по старым тарифам чуть ли не до 90 года хотя перестройка началась практически восемьдесят шестом я извиняюсь я вас перебью данный момент я вас просто не понял я у вас спросил да нет а дайте сказать почему вы приехали туда вы сказали в 90 а говорите сейчас после развала советского союза развал советского союза был уже после 889 года понимаете а вы говорите уже про советский союз начал развал советского союза вы не правы советский союз существовал до девяносто первого года то что он начал сразу начался разваливаться да я бы сказал даже восемьдесят шестом Да, начался он с 86-го. А вообще он начался после того, как умер Брежник. Вообще-то после того, как умер Сталин. В 81-й. Потому что когда умер Сталин и когда пришел потом особенно Хрущев, то вот он развал. Если уж совсем говорить о корнях развала. Потому что дебил зачастую, понимаете, как вы там прекрасно бы не строили свой дом. Если ты говоришь о корнях развала, тогда это было вообще после Ленина. Ерунда какая. А что после Ленина? При чем после Ленина? Вот сейчас вы сказали полную, извиняюсь, глупость. Потому что... Я не оскорбляю вас просто. Вы говорите корни развала. Корни развала. А при чем тут Ленин? Нет, я вас понимаю и прекрасно... Ленин как раз-то сохранил. Ну как, вы говорите корень развала Советского Союза. Я говорю, после смерти Ленина, вот он и начался развал. А после смерти Ленина, как говорится, начали восстанавливать всю экономику и тому подобное. И самая невероятная экономика Советского Союза была при Сталине. То как это после у вас при смерти Ленина начался развал Советского Союза? Ну я понимаю, что вам рассказали всякие сказки. Совершенно верно. А почему вы тогда говорите, что было после Сталина, после Сталина, было столько людей? Давайте так, скажем так. Сам Брежнев. Времена застоя. Это были самые прекрасные времена. Для кого? Которые могли бы быть в Советском Союзе. Неправда? Для людей, которые жили и служили. Ну, скажем, в какой-то период времени просто это уже, ну как говорится, по мере прогресса оно так. Но с точки зрения экономику сталинскую, экономику брежневскую, я даже бы сказал, нельзя сравнивать. И показатели, честно говоря, экономики. То, что Брежнев много сделал, чтобы поправить то, что натворил Хрущев, я с этим согласен. То, что потом, так скажем, Компартия устарела и вовремя не перестроилась, и позволила тем более у себя иметь предателей, которые потом предали нашу родину. Да, я тоже с этим согласен. Он сам был уже предателем Хрущева. Так Хрущев это одно, а Брежнев это другое. Брежнев, по крайней мере, ничего не предал. А вот Хрущев сделал столько... Не-не-не, не в этом случае. Сколько? Подождите, я же отвечаю, что вы меня-то перебиваете. А вот Хрущев что наделал? Вот сейчас даже ситуация, которая сейчас творится, Украина-Россия. Спасибо товарищу Хрущеву. Вот. Вы можете с этим не согласиться, но это так. Нам Гитлер меньше сделал вреда, чем Хрущев. Я уж молчу про вред товарища, как говорится, Горбачева и Ельцина. Там вообще просто катастрофа. Там сто Гитлеров меньше сделали вреда, чем, как говорится, один Горбачев и Ельцин. Ну, это так. Или вы не согласны? Я с вами согласен. Нет, я с вами согласен, но, увы, некоторые слова, которые вы говорите, и хрюпкая через этот бокал, я извиняюсь, я не расслышал некоторые слова, но, в общем, я понял, что вы хотите сказать. Я с вами согласен полностью. Я ничего против того, что вы сказали, не имею и не могу иметь, так как констатируют эту историю. Но дело в том, что во время Брежнева все было хорошо. После Брежнева, вот эти два человека, которые после Брежнева, до Горбачева, между Горбачевым и Брежневым были два человека, которые Черненко и Андропов. Черненко был великолепный, кстати, человек. Он просто, ему не хватило времени. Я больше чем уверен, что если бы Черненко, действительно, ну, хотя бы пятилетку побыл у власти, он бы много наладил. Черненко был гораздо эффективнее, чем даже уже Брежнев в те последние годы, хотя они, в общем-то, почти одинакового возраста. Суть не в этом. Черненко был офигенным исполнителем. Если вы когда-нибудь поинтересуетесь, что сделал Черненко в Советском Союзе, вы офигеете. Понимаете? И Черненко просто у него по здоровью, как говорится, не хватило человека. И назначили его в то время, как говорится, не просто тоже так, потому что уже понимали, что все катится ко дну. И зная, что всегда на трудных участках, как говорится, развития Советского Союза Черненко спасал то энергетику, то еще какие-то стройки великие и так дальше, и так дальше. Они, в общем-то, его и назначили. И, в общем-то, на него и была надежда. Но у него уже здоровья не было, к сожалению. Мало того, Черненко еще чем интересен? Тем, что он был абсолютно, так скажем, ну, бескорыстный, я бы сказал, даже человек. В том плане, что пока он был генеральным секретарем, да, он получал какие-то льготы, как и все получали правители. А что в этом плохого? Это везде так. Но заметьте, как только, блин, как говорится, он умер, вот, семья его, в общем-то, осталась так же, как и семья Сталина практически или там Брежнева с какой-то минималкой. Никто, ничего не хапали себе лично. Ну, да, это да. Вот скажите, у меня вопрос очень, вы знаете, такой щепетильный, конечно. Как вас величать? Можно и просто... Да, Валера меня зовут. ...другими, просто чтобы мог обращаться к вам. Валера, это имя такое. Валера. Скажите, пожалуйста, Валера, а вот в данный момент какой бы строй вы хотели заново вернуть? Точно социализм. Не расставить. Коммунизм, это как идея, и она очень такая шаткая. А вот социализм, если на то пошло, в английском языке, когда вот они пугают, особенно американцев, социализмом, я всегда пытаюсь их поддеть на крючок. Я говорю, а в чем проблема? Вы же все мечтаете о каких-то социальных программах, хотя бы, допустим, медицина или образование, а лучше и то, и другое. Но вы же мечтаете об этом? Да, да, да. Я говорю, так в чем проблема? У вас же в самом названии социализм, это социализм, да, то есть по-английски. То есть это social, то есть это для людей. Вот есть строй для людей, а есть строй капитализм, который для капитала только. При этом почему-то у нас многие, особенно, как говорится, почитатели Америки, думают, что капитал это малый и средний бизнес. Поверьте, вас здесь сомнут, проглотят и даже не подавятся, если вы хотя бы не на уровне, ну, 50 миллионов в год. Тогда еще, может быть, у вас, как говорится, с вами будут считаться. А все, что говорится до, вот так вот. Разденут, как делать нефиг. А вот скажите, а если просто трезво соединить социализм с коммунизмом? Ну, можно, конечно, корову с курицей скрестить, но не получится ничего. Не будет в яйцах молока. Первый человек, с которым я сегодня вот за некоторое время, вот много я вот в этом чате рулетки сижу, первый человек, который просто разумно смог разделить коммунизм, отделить от социализма. Ну, не знают, не знают многие люди, что такое коммунизм, что такое социализм. Вы знаете, я тоже когда-то, особенно до Америки, думал, что почему бы нельзя не сделать комбинацию, как бывший там диджей, почему бы не смикшировать, как там еще что-нибудь, бывший промоутер, я тоже понимал, а что бы не это и не это, блин, нафиг. Ну, чуть дольше пожил, вот сейчас вот особенно, когда, знаете, всегда же хорошо, когда все хорошо. А вот как только, как случается что-нибудь, что в семье, что в жизни, да, что со здоровьем, так сразу меняются, как говорится, стереотипы. Вот сейчас я вижу, как здесь экономика, вот все гонят там, как говорится, на Россию, там на Путина и тому подобное. Особенно мне нравится здесь, на заправках. Они заправляются по 7 долларов, и Путин у них виноват. Санкции сделали, блин, нафиг России. Виноват, это самое, цены прыгнули здесь. При этом эти отказались от российского, якобы, нефти. Хотя здесь даже не в этом дело, если на то пошло. Это такая чухня. Там этой нефти-то было, вот с Россией, чушь полная, блин, нафиг. Но при этом главное обвинить же кого-то. Да, главное же кого-то обвинить. Под телевизор сказал, что надо это самое. Ну вот они это самое. Вот, я имею в виду, вот, как говорится, пошла трещина в этом капитализме. И это вообще ужас-ужас, оказывается, какой. Вот, конечно. А я помню, как говорится, какие-то трещины социализма. Они не были ужасными, если на то пошло. Мало того, в социализме есть самая классная штука. Это плановая экономика. И наши пятилетки, на самом деле, это была очень классная штука. Как я понял, особенно. Я всегда был за социализм. Вы знаете, в третьем классе, это было очень давно, у меня мой педагог, моя классная руководительница. Ну, раньше было как с первого по третий, вела одна учительница, вы, наверное, помните. Конечно, помню. У того, кто сидел рядом и вообще, в общем, взятый тоже. Да. И вот сейчас я понимаю, что все-таки социализм был лучше, чем данный на сегодняшний день строй. И всегда буду за него, за этот строй. И если Бог даст мне силы или ума и возможности, я, наверное, буду все-таки всегда бороться за социализм. Да, к сожалению, просто видите, у нас многие пытаются под этой ширмой спрятаться. Те же какие-нибудь партии. И эти партии зачастую прячутся за коммунистическую партию или еще что-нибудь. На самом деле, это все равно какая-то коммерция. И это самое хреновое. Поэтому очень важна роль лидера, честно говоря, в стране. Очень важна роль лидера. И очень важно, если этот лидер создаст, как говорится, правильную команду вокруг себя. Собрать правильную команду? Но нет, честно говоря, это мое субъективное, как вы знаете, моя субъективная мечта и мнение мое. А вы с какого города? Не больше. Я живу в России, а сам азербайджанец. Понятно. Я в Лас-Вегасе. Из Баку. Было приятно с вами поговорить. Не буду вас задерживать. Вам тоже спасибо огромное. Дай бог, что свидимся. Да, свидимся, конечно. Если что, как говорится, заходите к нам на канал. У нас ребята очень прикольные. Ладно, счастливо. Будем, как говорится, дружить, если что. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok